Во многих областях присутствует такое изделие, как корпус какого-то датчика, электронного датчика. Он состоит всегда из корпуса, крышки и внутри какая-то электронная микросхема или другое управляющее устройство. Задание состоит в том, чтобы эти две детали соединить, обязательно должен быть какой-то уплотнительный элемент. Уплотнительный элемент, раньше это делали так, лили все три детали, уплотнительный элемент между ними. При этом, конечно, трудно было обеспечить необходимую герметичность, точность уплатки и так далее. Мы на этой машине показываем, как можно делать изделие. Это корпус и уплотнение достаточно сложной конфигурации и уплотнение очень маленького веса, 0,3 грамма. За один цикл. И это уплотнение делается из жидкого силикона. Корпус из технической пластмассы. Машина с двумя углами впрыска. Машина позволяет нам сделать удобную для потребителя технологию литья двух сложных материалов тоже за один цикл. Съем роботом. Машина используется без колонной конструкции. Это наша традиционная технология, которую мы очень часто используем для литья многих стандартных и нестандартных изделий. Она имеет преимущество относительно колонны в том, что мы видим здесь, что очень хорошо используется площадь плит. То есть форма полностью занимает пространство по плите. И тем самым полностью используется. Я смотрю транспортер прямо внутри. Это тоже одна из наших традиционных технологий, когда мы делаем транспортер встроенный в литьевую машину. Тем самым мы экономим площадь производственного помещения наших клиентов. Это установка для подачи силиконовых компонентов. А, вот сейчас узел сфотографируем. Я не найду, где бы было написано «Энгель». Это с той стороны. Это тоже гибридная литьевая машина с усилием смыкания 120 пром. Система управления нового поколения. Очень похожа на айфоновскую технологию. Да, уже слухи ходят. Я бы сказала, бегут по выставке о вашем новом дисплее. Имеет очень много преимуществ, прежде всего для тех, кто управляет машиной. Понятно.